Пленники багрового тумана. Тайны исчезновения людей. Автор статьи В. Кандыба. Статистика говорит, что ежегодно на земле пропадает бесследно около двух миллионов человек. Подавляющее большинство таких исчезновений объясняется вполне естественными причинами. Убийства, несчастные случаи, стихийные бедствия. Иногда люди исчезают по собственному желанию, но часть происшествий в обычные рамки не укладывается. Вот какая странная история произошла под Санкт-Петербургом, неподалеку от станции Соснова, летом 93-го года. По словам ее участников, дело обстояло так. Вместе с двумя товарищами, работающими с ним в одном конструкторском бюро, Алексей Иванович Волжанин отправился на традиционную рыбалку. В пятницу они загрузились в старенький москвич и отправились в путь. Дорога от Питера до Карельского перешейка занимает всего несколько часов. А там настоящий рай для рыбака. Целая система прекрасных чистых озер, объединенных одним названием – Вуокса. Красивая природа, отменный клев. Друзья давно уже открыли для себя эти места, и схема поездок была отработана до деталей. Вечерний выезд, ночевка у костра, лофт на утренней зорьке, праздничный обед и возвращение домой. Оставались еще вечер, субботы и целое воскресенье, чтобы посвятить их любимым женам и детям. Но в этот раз все пошло наперекосяк. Они уже подъезжали к заветному месту, когда разразилась гроза. Молнии лупили в деревья, обступающие дорогу плотным строем, отражались в мокром от дождя асфальте. Одна из вспышек была столь близкой и сильной, что волжанин, сидевший за рулем, на мгновение ослеп. Этот миг чуть не стал роковым для друзей. Машина соскочила с трассы и ударилась правой задней дверцей о толстую вековую сосну. Правда, сам Алексей Иванович, опытный, кстати, водитель с большим безаварийным стажем, позже утверждал, что съехал с дороги вовсе не из-за молнии, а потому что перед капотом машины возник силуэт какого-то монстра, мохнатого чудовища с горящими глазами. Но так как больше неведомое существо никто из друзей не видел, то забудем о его существовании, как говорится, за отсутствием вещественных доказательств. Итак, произошла авария. Волжанин и Сигалев, сидевшие впереди, отделались легким испугом. Хуже пришлось инженеру-конструктору первой категории Семену Яковлевичу Эльбману. Он получил серьезную травму. Осколки бокового стекла рассекли ему кожу на лбу. Кроме того, судя по всему, он получил еще и сотрясение мозга, потому что когда друзья вытаскивали его из машины, он не мог устоять на подкашивающихся ногах. Что было делать незадачливым путешественникам? До ближайшей станции несколько десятков километров. С раненым товарищем одолеть их нелегко. А тут, как назло, на шоссе ни одной машины. Хорошо, что Сигалев заметил неподалеку огонек. Это светилось окошко небольшого дома. Оставив машину, друзья подхватили Эльбмана под мышки и повели к избушке, которая возвышалась на сваях над маленьким ручейком. «Избушка, избушка, встань ко мне передом к лесу задом», – пошутил еще тогда, вспоминает Волжанин. Поднялись по скользким ступенькам высокого крыльца. На стук открыла дверь старая женщина. «И вновь у меня возникло ощущение, что мы попали в сказку, носущая Баба-Яга». Ни о чем не спросив, ничего не сказав, она отступила, пропуская в дом промокших и несчастных рыбаков. «Это сейчас задним умом я понимаю, что все в этой истории нагромождение нелепец», – признается А. Волжанин. «Откуда появился дом там, где мы его никогда не видели, хотя знаем те места от и до. Но в тот момент мы были как заколдованные, ничему не удивлялись. Избушка на курьих ножках, очень даже кстати. Свечаны стали в старинном подсвечнике, так может от грозы электричество вырубилось. Странная хозяйка, не проронившая за встречу ни слова. А может она немая?» Женщина накормила бедолаг горячим супом, промыла Эльбману рану каким-то отваром, сделала на лоб компресс. Утомленные они улеглись на постеленные на пол одеяла, и крепко уснули. А утром проснулись уже под открытым небом. Это было как наваждение, рассказывают друзья. Гостеприимный дом исчез. Вместо него стояли полуобвалившиеся стены, сложенные из гранитных валунов. Мы тщательно исследовали эти развалины с пустыми проемами вместо дверей и окон. Никаких признаков жизни. Судя по всему, это была старая водяная мельница, оставшаяся в этих местах еще со времен финской войны, когда наша армия турнула финнов с Карельского перешейка. А потом присоединила эту территорию к территории СССР. В тех местах немало таких развалин, и ничего удивительного в них нет. Но куда исчез дом, где мы ночевали? Не перенесли же нас сонных в новое место. Да и нет там никаких домов. Позже мы проверяли это, никакого жилья окрест. И еще одна странность. Утром оказалось, что от раны на лбу Семена Яковлевича осталась только тонкая коричневая полоса. Да и та вскоре побледнела и исчезла. Друзья рыболовы утверждают, что вся эта история чистая правда. При этом они ссылаются на сотрудников местного ГАИ, которые помогали им отбуксировать машину. Те якобы говорили, что нечто подобное произошло с еще каким-то человеком в 1982 году, угодившим в ночную аварию в том же месте. Он рассказывал, что тоже в ожидании помощи заночевал у какой-то ведьмы на мельнице. Что это могло быть? Спрашивает А. Волжанин. Может мы побывали в прошлом, довоенном времени, когда в этих местах еще жили люди? Или побывали в сказке в гостях у Бабы Яги? Или все это нам просто пригрезилось? А вот еще похожее происшествие. В книге Духи и легенды Уилтширского края приводится такой факт. В 1973 году некая Эдна Хеджис ехала на велосипеде Пайермайн-стрит, старая римская дорога, что пролегает в окрестностях Суиндона, Англия. Началась гроза. Эдна сошла с велосипеда и, заметив у обочины дороги небольшой домик, решила переждать в нем непогоду. В домике жил суровый старик, который позволил девушке пересидеть дождь, но при этом не произнес ни одного слова. Потом Эдна обнаружила, что снова едет на велосипеде по дороге. Как и при каких обстоятельствах она покинула дом, вспомнить не могла, как не старалась. Да и дома такого, как потом выяснилось, в тех местах отродясь не бывало. Кроме всего прочего, подруги, поджидавшие Эдну, заметили, что ее одежда была совершенно сухой, хотя сами они насквозь промокли под дождем, ожидая девушку. Заманчиво, конечно, объединив все эти истории, предположить, что время от времени в нашем пространстве открываются двери в сказочные миры. Но, по мнению специалистов-психологов, разгадка этого явления кроется совершенно в другом. Дама-миражи возникают не наяву, а лишь в нашем мысленном восприятии в результате гипнотического транса. Впасть в это состояние человек может даже без участия гипнотизера, а самопроизвольно, под воздействием монотонной дороги или от равномерного шума дождя, или от внезапной вспышки молнии. Вспомните, что в случае с А. Волжанином, а также в истории приключившейся с Эдной Хеджес, было и то, и другое, и третье. Как показывают эксперименты, ощущения человека во время транса по своей яркости и натуральности практически ничем не отличаются от настоящих впечатлений. Обманутые органы чувств, ведомые фантазиями мозга, выдают такие детальные картины, что их потом практически невозможно отличить от настоящих воспоминаний. Доктор медицинских наук В. Файвишевский, анализируя подобные случаи, обращает внимание на то, что при выходе из состояния транса у людей нередко наблюдаются вегетативные расстройства, кружится голова, слегка нарушается координация движений, человек зачастую не помнит перехода от гипнотического состояния к реальному. Все эти приметы, напомним, наличествуют в рассказах того же Волжанина и Эдны Хеджитс. Что косвенно подтверждает, свои приключения они пережили не наяву, а в состоянии измененного сознания. Впрочем, эта версия, хотя и выглядит достаточно убедительной и авторитетной, является всего лишь кабинетной гипотезой, то есть она выдвинута без изучения деталей каждого конкретного происшествия непосредственно на месте. И потому остается хоть крохотный, но шанс, что описанные события могли иметь место и в реальности. Ведь некоторые ученые считают, рядом с нашим миром могут существовать так называемые параллельные миры. И порой они соприкасаются, проходы открываются во время мощных энергетических выбросов, так что молния вполне может служить ключом к дверям в такой мир. И вполне возможно, что некоторые сказки по сути реальные воспоминания очевидцев, побывавших в параллельном пространстве. Такое вот загадочное выпадение из нашего мира произошло в Подмосковье, поселке Кратово. Трое суток искали в лесу, как сквозь землю провалившегося подростка. Тщетно. А когда он возник на пороге своего дома, мать упала в обморок. Мальчишка с ног до головы был в крови. Где был Саша? Что с ним случилось? Сам он не мог ответить на эти вопросы. И загадочное происшествие осело в архивах специалистов, занимающихся исследованиями аномальных явлений. Но по косвенным данным можно предположить, что мальчик побывал в ином времени и в ином измерении. По крайней мере, именно такую гипотезу выдвинули некоторые эксперты. Впрочем, вот как эта история выглядит в изложении теперь уже взрослого Александра Селикова. Это произошло 20 января 1973 года. Мне тогда было не полных 15 лет. Я любил гулять в лесу в одиночестве. И даже построил себе шалаш на высокой сосне. Он был примерно на высоте 17 метров. Туда я и залез в тот день. Было холодно. Около 22 градусов мороза. Солнечно и безветренно. Ничего особенного вокруг меня не происходило. По крайней мере, я ничего такого не помню. И все же что-то случилось. Потому что очнулся я уже в снегу под сосной. Открываю глаза. Надо мной звездное небо. Шапки нет. Все лицо какое-то липкое. Руки тоже. Встал, как полузабытии. И поплел домой. А там? Короче, выяснилось, что ищут меня уже трое суток. Мать, когда увидела меня, грохнулась в обморок. Я весь был в крови. Лицо, руки. Но когда меня вымыли, оказалось, что на теле нет ни царапины, ни ушиба. Я даже не обморозился. На следующий день, как ни в чем не бывало, пошел в школу. Но. Те, кто меня хорошо знали, стали в открытую говорить. Нашего Сашку подменили. А я действительно стал каким-то другим. Изменилось и мировоззрение, и ход мыслей. Даже почерк стал другим. До того увлекался астрономией, а после резко охладел к ней. Зато появилось необъяснимое умение легко разбираться даже в незнакомой электронной аппаратуре. С тех пор это основное мое занятие. Каким образом находившийся без сознания мальчик сумел просуществовать в лесу без шапки трое суток при 22-градусном морозе и не замерзнуть? Как он оказался, хоть окровавленный, но живой и невредимый под сосной? Ведь родители, зная, где их сын свил гнездо, в первую очередь проверили то место, чья кровь была на подростке? На все эти вопросы, увы, нет достоверных ответов. Впрочем, многое можно объяснить, если сопоставить эту историю с другими не менее загадочными происшествиями. С нами произошло невероятное. Обратились в 93-м году в комиссию «Феномен» работники одной из московских фирм. С. Камеев, генеральный директор, Б. Ивашенко, коммерческий директор, и О. Каратьян, работник той же фирмы. Фамилии изменены. Разговор начал генеральный. Читал где-то, что эксперименты ученых показывают, с помощью электромагнитных полей можно изменить течение времени и пробить ход в другое пространство. Я верю, что это реально. Да и как иначе можно объяснить то, чему мы были свидетелями? История, рассказанная С. Камеевым и его товарищами, оказалась действительно необычной. И несколько экспертов «Феномена» решили выехать на место происшествия. К Останкинской телебашне. Для следственного эксперимента. Мы стояли здесь. Сергей Иванович Камеев провел носком ботинка, черту. Олег Каратьян шел к нам. Было ветрено. Площадь покрывали пятна непросохших луж. Олег как раз перебирался через одну из них, смешного по журавлинам задирая ноги. Тут все и началось. Воздух басовито загудел, не громко, но так что ушам стало больно. Я поднял глаза и увидел, что вокруг телебашни распространяется красноватое свечение. Потом вдруг ее изображение смазалось, мигнуло и башня проявилась уже намного ближе. Тут Ивашенко закричал «Олег, Олег!» и обнаружил, что Каратьян, который был всего шага в двадцати, исчез. Что самое страшное, не было и лужи, через которые он перебирался. Участок площади перед нами был совершенно сухим. Я хотел броситься вперед туда, где должен был быть Каратьян, но ноги словно приросли к земле. Не знаю, сколько мы простояли, может минуту, а может и все десять. Площадь была абсолютно пустынной. Ни одного человека вокруг. Ни одного места, куда можно было бы спрятаться. И на сердце закипал какой-то черный ужас. Дело даже не в том, что вместе с Олегом исчез и дипломат с большой суммой денег. Который он должен был передать нам. Наш друг сгинул так внезапно, словно его стерли резинкой с листа бумаги. Потом гудение усилилось. Поверхность площади стала как-то неуловимо растягиваться. И мы снова увидели Олега. Лужа, через которую он перебирался, тоже вернулась на место. По словам самого Каратьяна, он ничего особенного не почувствовал. Даже не заметил, что исчезал. Когда же друзья решили сверить часы, чтобы узнать, сколько Олег отсутствовал, пребывая в ином измерении, оказалось, что его командирские встали. Камеев уверен, что Олег провалился в складку пространства, образовавшуюся из-за работы генераторов на телебашне, и вернулся только чудом. А красноватая дымка, что мерцала в воздухе, проявившееся хрональное временное поле. Что ж, не он первый выдвигает такую версию? Из перечня загадочных исчезновений. 1915 год. Полуостров Галлиполи, Турция. Генерал Гамильтон послал на помощь союзникам для захвата Константинополя части британского Норфолкского полка. Около высоты номер 60 на дороге перед походной колонной сгустилось странное облако. Несколько сотен солдат опрометчиво вошли в него. Тут облако оторвалось от земли и уплыло в сторону Болгарии. Солдат, вошедших в него, больше никто никогда не видел. После капитуляции Турции, когда обсуждался вопрос о пленных, пропала последняя надежда найти их. Выяснилось, что турки никого не брали в плен в том районе. 1924 год. Ирак. Пилоты королевских воздушных сил Великобритании Дэй и Стюарт совершили вынужденную посадку в пустыне. Их следы, ведущие от самолета были отчетливо видны на песке. Но вскоре они обрывались. Самих летчиков так и не сумели найти. Хотя вокруг места аварийной посадки не было ни зыбучих песков, ни заброшенных колодцев. Не было в тот день и песчаных бурь. 1930 год. Поселок эскимосов Ангикуни, Северная Канада. Бесследно пропали все жители. В пустых жилищах остались одежда, еда над остывшими очагами и даже винтовки, без которых, как известно, ни один эскимос никогда не выйдет из дома. Охотник Джо Лейбл, первый обнаруживший, что деревня обезлюдила, сообщал также, что опустили даже могилы на деревенском кладбище. Мертвецы исчезли вместе с живыми. 1947 год. Внезапно потерял управление и разбился американский военный самолет, на борту которого находилось 32 человека. Напрасно спасатели спешили на место аварии, чтобы оказать помощь пострадавшим. Среди обломков самолета не оказалось ни живых, ни погибших. Не было ни крови, ни других следов, подтвердивших бы, что во время аварии на борту самолета находился хоть один человек. Делом заинтересовались спецслужбы, но и их поиски закончились ничем. К этому списку можно добавить корабли, таинственным образом потерявшие свои экипажи в открытом море. Вспомните, например, знаменитую историю с судном Мария Целеста, который обнаружили у Азорских островов. Исчезнувшие люди не взяли с собой ничего, ни вещей, ни даже денег. И таких случаев известно уже немало. Загадочных единичных исчезновений вовсе не счесть. Нет смысла их перечислять, так как все они во многом похожи на происшествия, описанные газетой Делли Кроникл за 30 июля 1889 года. Там сообщается, что мистер Макмиллан, член семьи владельцев знаменитого издательства Макмиллан, поднялся на гору и помахал рукой своим друзьям, после чего исчез. Несмотря на тщательные поиски и назначенную награду, найти его так и не удалось. Существует немало версий, призванных объяснить подобные происшествия. Среди них и гипотеза, за которую ратуют С. Камеев. Она состоит в том, что на Земле существуют или периодически возникают аномальные зоны, представляющие собой ворота, в иные пространственные и хрональные измерения. Комиссия Феномен собрала в своем архиве немало рассказов о таких зонах. Любопытно то, что во многих упоминается либо красное свечение, либо багровый, либо просто странный туман. Как, например, на острове Барсакельмис в Аральском море. Есть, кстати, немало старинных легенд о людях, попадавших на поляны, где феи устраивают свои праздники. Протанцевав ночь напролет, люди возвращались домой и узнавали, что за это время прошли годы. В некоторых из этих легенд тоже упоминается странный туман. Безусловно, что многие истории с загадочными исчезновениями могут быть добросовестным заблуждением или просто розыгрышем. Но если допустить, что хотя бы часть из них соответствует истине, то какие выводы можно сделать? Версию о параллельных мирах поддерживают не только случаи исчезновений, но и факты не менее загадочных появлений. В журналах начала 20 века можно найти сообщение, что в Париже полиция задержала человека, потерявшего память. В кармане у него нашли карту планеты. Но это была не наша Земля. Еще один пришелец из параллельных миров объявился в 1954 году в Японии. В одной из гостиниц был задержан подозрительный иностранец. В принципе, его паспорт был в полном порядке, за одним исключением. Его выдали в стране Туарет, которая не значится ни на одной карте. Возмущенный недоверием иностранец дал для журналистов пресс-конференцию, где сообщил, что страна Туарет протянулась от Мавритании до Судана. В итоге иностранец попал в японский сумасшедший дом. Но тайна паспорта, выданного неведомой страной, так и не была разгадана. Еще одно объяснение, которое в попытках понять загадочный феномен привлекают исследователи – спонтанный переброс во времени. Британское королевское метапсихологическое общество уже 150 лет занимается изучением возможностей таких путешествий. В его архивах собрано более 200 подробно исследованных подтвержденных показаниями многочисленных свидетелей случаев явления, условно именуемого петлей времени. Вот лишь несколько примеров из этого списка. Летом 1912 года многие газеты Великобритании описали загадочную историю, произошедшую в железнодорожном экспрессе, следовавшем из Лондона в Глазго. В присутствии двух пассажиров – инспектора Скотланд-Ярда и молодой медицинской сестры – в вагоне на сидении около окна со страшным криком возник пожилой мужчина. Одежда на нем была странного покроя, волосы заплетены в косу. В одной руке он держал длинный бич, в другой – надкусанный кусок хлеба. «Я Пимп Дрейк, возница из Четнема», – причитал дрожащий от страха человек. «Где я? Куда я попал?» Инспектор побежал за кондуктором, сказав девушке, чтобы она присмотрела за странным мистером Дрейком. Когда он вернулся в свой вагон, то увидел, что возница исчез, а медсестра пребывала в обмороке. Вызванный кондуктор сперва решил, что его разыгрывают, но на сидении остались материальные свидетельства происшедшего – бич и треугольная шляпа. Специалисты из Национального музея, которым показали эти предметы, уверенно определили время, из которого они происходили – вторую половину XVIII века. Любопытный инспектор побывал у пастора Прихода, которому была приписана деревушка Четнем, и попросил поискать запись в церковных книгах о человеке по имени Пим Дрейк. В книге умерших 150-летней давности местный священник нашел не только имя несчастного возницы, но и приписку тогдашнего пастора, сделанную на полях. Из нее следовало, что, будучи уже немолодым человеком, Дрейк начал вдруг рассказывать невероятную историю. Будто однажды ночью, возвращаясь на повозке домой, он увидел прямо перед собой дьявольский экипаж – железный, огромный, длинный, как змей, пышущий огнем и дымом. Потом возница каким-то образом оказался внутри. Там были странные люди, наверное, слуги дьявола. Испугавшись, Дрейк призвал на помощь Господа и вновь оказался в чистом поле. Повозки и коней не было. Дрейк, потрясенный случившимся, еле дотащился домой. И, судя по всему, уже никогда не вернулся к здравому рассудку, до конца дней своих повторяя историю о дьявольском экипаже. Инспектор Скотланд-Ярда рассказал о происшедшем в своих последующих изысканиях в Королевское метапсихическое общество. Там досконально проверили случай, повторив путь русского Дрейка. Треуголка до сих пор хранится в музее общества. Вич был утрачен, став очевидной добычей любителей сувениров. Не менее таинственную историю можно найти в архиве нью-йоркской полиции. В ноябре 52-го года вечером на Бродвее автомобиль сбил неизвестного мужчину. Он погиб на месте. Шоферы и свидетели уверяли, что жертва появилась на улице внезапно, словно свалилась сверху. Тело отвезли в морг. Полицейские обратили внимание, что погибший был одет в костюм старинного покроя. Еще больше их удивило удостоверение личности, выданное 80 лет назад. В кармане жертвы обнаружились и визитные карточки с указанием профессии – коми-вояжор. Один из детективов проверил адрес, указанный на визитке, и узнал, что эта улица была ликвидирована более полувека назад. В старом полицейском архиве проверили списки жителей этого района конца прошлого века. Там и обнаружили загадочного коми-вояжора. И фамилия, и адрес совпадали с данными визитной карточки. Были опрошены все люди с этой фамилией, проживающие в Нью-Йорке. Нашли старушку, которая сообщила, что ее отец пропал 70 лет назад при загадочных обстоятельствах, пошел гулять по Бродвею и не вернулся. Она подарила полицейским фотоснимок, на котором молодой мужчина, удивительно похожий на человека, попавшего под машину, улыбаясь, держал на руках девочку. На снимке была проставлена дата – апрель 1884 года. Петля времени, если верить показаниям очевидцев, способна перебрасывать через года, и не только отдельных людей, но и куда более громоздкие предметы, целые здания или корабли. И легенды о призрачных летучих голландцах, якобы блуждающих в океанских просторах, возможно, имеют под собой вполне реальную основу. Странное происшествие произошло в Атлантике ранним утром 11 июля 1881 года. Британское военное судно чуть не столкнулось с древним фрегатом. Попытки связаться с экипажем оказались безрезультатными. Фрегат проскочил мимо, словно и не заметив британского корабля. Случай этот стал известен благодаря тому, что очевидцем загадочной встречи стал принц Уэльский, будущий король Георг V, а тогда еще молодой морской офицер, проходивший службу. Один из активных деятелей королевского метапсихического общества, сэр Джереми Блэкстафф, будучи на приеме в Букингемском дворце по поводу вручения ему ордена, был удостоен беседы с его величеством и не применил воспользоваться такой возможностью. Попросил разрешения задать вопрос о давней встрече в Атлантическом океане. Оказалось, что король Георг хорошо помнил происшедшее и описал его довольно подробно. Загадочный корабль напоминал клипер, имел деревянные мачты и богато украшенные надстройки. Такие суда уже перестали плавать в те времена, но более всего моряков поразило то, что встречное судно имело собственный ветер, его паруса были надуты в совершенно ином направлении, чем это мог сделать души в тот день Норд-Ост. С разрешения его величества эти данные были помещены в ежегодный отчет метапсихического общества. Репортеры продолжили поиски и нашли еще моряков, бывших свидетелями встречи с этим летучим голландцем. Они дополнили рассказ короля Георга, сказав, что странное судно шло на удивление ровно, хотя в тот день штормило, и келеваторный след за ним практически не проглядывался, словно это был призрак, а не настоящий корабль. Загадочная встреча упоминается и в дневниках монарха, опубликованных после его смерти. Этот случай был включен в перечень необъясненных. Но вернемся к происшествию у Останкинской телебашни. Эксперты комиссии Феномен провели биолокационную съемку площади, где произошел загадочный случай. Рамки зафиксировали геопатогенную зону, как раз в том месте, где исчез Олег Каратьян. Но приборные измерения не зарегистрировали никаких бы то ни было полей. Впрочем, так и должно было быть. Подножие башни находится в своеобразной электромагнитной тени, и излучение телепередатчиков туда не попадает. Следовательно, версия, что сморщивание пространства, вызвано мощными электромагнитными полями, не проходит. Тогда что же это было? Может быть, существуют другие причины сморщивания? Да и было ли все это? В этой истории есть еще немало загадочного. Например, красное свечение, возникавшее вокруг телебашни. Мы нашли еще нескольких очевидцев, наблюдавших его в тот день. Кстати, среди читательских откликов мы обратили внимание на следующее послание. Передайте исследователям аномальных зон, пусть остерегаются красного тумана. Письмо пришло из города Балакова, от А. Максимова. Который, по его словам, тоже давно изучает свойства времени и хрональных зон. Окончательные выводы делать рано, пока ясно одно. Исследования аномальных зон должны вестись на более серьезном уровне. И при этом ученым стоит помнить многочисленные легенды о жертвах багрового тумана. Возможно, это предохранит их от поспешных решений и рискованных шагов. Комиссия Феномен желает удачи всем нынешним и будущим исследователям этой загадки. Субтитры создавал DimaTorzok